К единому дню голосования в Волгограде готовят специальные участки, где смогут сделать свой политический выбор волгоградцы с ограниченными возможностями здоровья. Всего в городе будет 16 таких пунктов, где смогут оставить свой голос и слабовидящие горожане, а также маломобильные. С подробностями Сабина Саблина. 8 сентября пройдет единый день голосования. В Волгоградской области заканчиваются последние приготовления. Сейчас проверяются участки для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Один из них будет открыт на Невской 13 в Центре культуры Родина. Здесь установили специальные кабинки для маломобильных и слабовидящих горожан. Участок, на котором мы сегодня присутствуем, у нас оборудован специальной кабиной для избирателей с ограничениями по здоровью. Данная кабина у нас оборудована столом, позволяющим инвалиду-колясочнику самостоятельно заехать в данную кабину и заполнить бюллетень. Также в кабине для голосования у нас находится лупа, позволяющая слабовидящему самостоятельно заполнять бюллетень, а также дополнительное освещение в виде светильника. В таких избирательных участках будут еще и тактильные дорожки, которые позволяют слабовидящим горожанам передвигаться от кабинки голосования до урны. Проверить, насколько такая система удобна, вызвалась Анастасия Рыбушкина. Девушка раньше принимала участие в голосованиях только из дома. Отмечает, сейчас стало намного удобнее, в том числе и за волонтеров, которые активно помогали Анастасии на всем пути. Волонтеры прям как куклу-игрушку передавали друг к другу, помогали. Даже немножко учила, как правильно, адекватно помогать людям с инвалидностью. Оно более удобно, чем было ранее, потому что более приспособлено все идет к тому, что максимальное количество наших избирательных участков будет приспособлено для голосования маломобильных групп населения. Особенность этого голосования еще и в том, что впервые для слепых и слабовидящих горожан изготовили пластиковые бюллетени, где каждый кандидат и информация о нем написана шрифтом Брайля. Уникальные трафареты создавались избирательной комиссией совместно с Волгоградской библиотекой для слепых. В этом трафарете голосование не происходит. Он накладывается на обычный бюллетень, один в один по размерам, один в один места, куда нужно поставить галочку, совпадают. Поэтому просто-напросто человек, прочитав, уже поняв, куда поставить галочку, ставят и все. То есть это тот же самый бюллетень, но только выполнен шрифтом Брайля. Всего в области таких избирательных участков 27, большинство из которых в Волгограде 16, по два на каждый район. В Волжском таких 6, а также в Камыше, Нефролово, Урюпинске и Михайловке. Насколько удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья окажутся такие избирательные пункты, покажет день голосования 8 сентября. Сабина Саблина, Максим Мещеряков, телеканал Волгоград-1.